Владимир, наверное, вы можете по этому поводу сказать довольно много. Ну, я знаю просто подводное течение, все его поведение, мотивацию, поведение. Оно продиктовано всеобщей забастовкой миллионерш, которые выступили открыто против правил новых ITFTP. Эти правила предусматривают участие спортсменок, теннисисток каждый год в Кубке Федерации, ежегодно. То есть, если раньше позволялось это делать раз, два, три, четыре года, то теперь правила ITF жестко ставят вопрос о том, что теннисистка должна ежегодно участвовать в турнирах Кубка Федерации для того, чтобы иметь право выступать на Олимпиаде. Но в теннисе, как вы знаете, это высокопрофессиональный вид спорта, очень богатых людей, так же, как, скажем, баскетбол, NBA, так же, как, скажем, там, супербол или, там, скажем, хоккей, NHL, то есть, там играют миллионеры. И для миллионеров не суть важна, участвуют в Олимпиаде или не участвуют. Для них есть более престижные соревнования, как только Кубок Стэнли или, там, другие, другие призы, понимаете. Так же, как и для теннисисток, есть более важные призы, это турниры большого шлема, на которых они действительно зарабатывают деньги. Поэтому, когда про ITF международные чиновники ставят перед спортсменами вот такие вот условия, заговоряя их, так сказать, в рамки прохрустного ложа, они начинают, естественно, протестовать, потому что это люди самодостаточные, и хотя деньги, может, определяют не все, но деньги определяют здесь многое. И поэтому, логично, она поддержала просто выступление с Ириной Уильямс, которая выступила инициатором этой забастовки, и других миллионершей, Шараповой. То есть, они как бы выступили солидарно против решения чиновников. Я думаю, что чиновники подумают над этим, правильно ли они делали, потому что, допустим, даже сегодня существует, сегодня международная федерация, многие, например, хоккейная федерация или баскетбольная федерация ФИБА Европы, они просят NBA или просят NHL, чтобы они отпускали своих спортсменов на Олимпийские игры. Потому что для Олимпийских игр участие таких звезд – это все-таки престиж, и в то же время широкая аудитория, и деньги – все на свете. А тут, когда чиновники международные начали, наоборот, зажимать правила и ужесточать их, то, естественно, спортсмены выступили. Я думаю, что если эти правила будут изменены, а спортсмены наверняка этого добьются, то Азаренко приедет в Беларусь и будет участвовать. Хотя здесь другая сторона медали, конечно. Многие скажут, что она не патриотка, что она не выступает за родную страну и так далее. Но это, конечно, имеет право. Такая точка зрения. Но никто, человек, не может заставить любить свой флаг, любить свою страну. Тем более, если ты получил все спортивное образование за океаном. Да, тем не менее, под нашим флагом она выступала. Она выступала тогда, но она не каждый год выступала. Она выступала для того, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде. Но мы умеем аплодисменты извергать и гордиться, когда, скажем, Азаренко становится олимпийской чемпионкой. Вот тогда Азаренко хороша. А когда вдруг она не приезжает на Кубок Федерации, вот тогда мы все те же самые стрелы оборачиваем в обратную сторону и начинаем ее уничтожать. Я думаю, что это неправильно. Нужно иметь некое такое понимание. Не обязательно в черном и в белом свете все видеть. Есть нейтральные цвета. Все-таки спорт это и бизнес, и шоу, не только патриотизм. Это жизнь. А в жизни бывает всякое. Нужно жизнь рассматривать со всех точек зрения. Вот с точки зрения спортсмена хотелось бы об этом поговорить. Александр, вот какой вы видите эту ситуацию? Я понимаю, что перед ней был нелегкий выбор, хотя, может быть, он был и легок. Потому как, уже было упомянуто, есть свои интересы, а есть интересы государства. Ваше мнение касаемо подобных ситуаций. Часто ли спортсмен с ними сталкивается? Во-первых, я хочу сказать, что я, к счастью, узнал больше подробностей. И теперь могу более полно ответить на вопрос. Я, в принципе, поддерживал бы в этой ситуации выбор Виктории. Так как каждый человек это индивидуум, и у каждого есть свои какие-то планы, свои, даже не знаю. Цели, можно быть, жизненные. Да, жизненные цели. И каждый к ним идет своим путем. И, допустим, когда, вопреки каким-то своим решениям, кто-то навязывает правила, которые идут в разрез. И, опять же, как было упомянуто ранее, у них есть, можно сказать, профсоюз миллионеров. То есть, если они сами за себя не постоят, то есть, если сдать эту позицию, то в следующий раз Федерация может придумать что-то еще. И, то есть, уступил один раз, придется уступить еще. То есть, в этой ситуации каждый занял свою позицию. И теперь дело за тем, кто будет идти на какие уступки. То есть, это нормальные переговоры, я считаю. И то, что она отказалась выступать за Беларусь, это, я бы не сказал, что это как-то сольная скрипка в этой ситуации. Это просто следствие всего того, что было до этого. Такое стечение обстоятельств. Нет, нет, не стечение. То есть, вы считаете, если бы не было таких жестких условий и не было бы вот этого бойкота, то она бы все-таки выступала бы за Беларусь? Подозреваю. Или она бы это делала только потому, что ей это выгодно? Как сэмбиали. Я не знаю ее лично, я не могу сказать все эти за человека, какое бы она приняла решение. Но, скажем так, если создаются благоприятные условия для выступления, то почему нет? Если, допустим, не было этого конфликта между теннисистами и федерацией, тогда мы уже разговаривали, обсуждали другую ситуацию, если бы она не приехала. То есть, сейчас здесь все достаточно ясно. Она поддержала коллег, и да, она поступила с выступлением за свою страну, но это еще не значит, что она не патриотка. То есть, она может быть патриоткой, но для достижения каких-то своих целей, потому что, я говорю, нельзя сбрасывать со счетов личность как человека. Она поступила с этим, и она же не отказалась навсегда играть.